Лол. Куклы Лол, они повсюду. Я уже устал тратить на них деньги. Но мне всё мало. Когда её любит, не любит, Когда целует, целует, Она влюбляться не будет, Но её тянет ко мне. Сегодня на канале Закупач Какие-то непонятные гусеницы поделки за 200 рублей копии Лол. Ну, типа Лол за кос под Лол. Какие-то новые яйца Хачиналс или Хачиналс. Непонятно. Ну и самая дешёвая кукла Лол за 80 рублей. Просто фигурка Лол. Так, ну и давайте начнём с этой фигни. Продавались они вместе с куклами Лол за 200 рублей. То есть, чуть-чуть подешевле, чем копии Лол. Стоит и какая-то гусеница нарисована. Давайте выясним, стоит ли покупать такую штуку вообще. Так, ну как здесь, как вы можете видеть, Jita Grit какая-то. Какая-то Jita Grita. Открывается тоже слоями. Ага, ну шар у него как у Лол. Мда уж, от Лол тут похоже только шар. Потом есть подставочка. Давайте откроем. И тут пусто. Что за намахаловок такое? Ничего нету. Ага, ооо, кстати, прикольная букашка. Посмотрите, у неё пупок развязался. Мам, завяжи мне пупок. Так, потом у неё косички. Хвостики, вернее. Ничего не двигается. Двигается только голова, как у совы. У-у-у. Потом там есть расчёска. Походу сейчас все китайцы кладут расчёски. Зачем-то расчёска фирмы Apple, как вы можете видеть. Вот такой поильник. Ну да уж, пока что всё интересненько. Бутылочка. Какие-то хачинималсы. То есть непонятная какая-то коллекция. Они ещё должны, получается, сосать соску. Но только здесь у меня, получается, нет дырки у него в зубах. Странно. Также в яйце есть комплект наклеек вот таких. Типа букашки с соской. И ещё одни букашки. Тоже наклейка. Ну вот и всё. Вот всё, что мы получаем. Получается, вставляем нашу держалку. Не, ну, кстати, не знаю. Ну, конечно, 200 рублей жалко за такое отдавать. Получается, здесь мы получаем, ну, прикольная морда, правда. Мне очень нравится. Буду использовать в дальнейшем в обзорах. Как она вам, кстати, пишите в комментариях. Нравится, не такая прикольная. Единственное, что здесь даже нет никаких подставок. То есть, видите, в летучую тарелку в эту я не могу ничего вставить. То есть, только расчёска. Расчёски эти непонятные. Вот расчёска, конечно, фигня. Потом, вот это зачем? Ну и вот так мы... А, кстати, она даже стоять не будет в этом. Видите, она даже стоять в этом не будет. Короче говоря, можно засунуть всё, что угодно в шар из подвол и продавать это за 200 рублей. Хотя, эта игрушка стоит на рублей 100 максимум. Ну, делайте вывод сами, стоит такие штуки покупать или нет. Теперь давайте откроем Хачинималс вот эти. Тоже яйцо какое-то. Здесь какие-то зверята должны быть. О, смотрите, здесь яйцо с сердцем. Покупали ли вы такие? Да, это сердце прям нарисовано на него. Такое прикольное яичко, кстати, выглядит неплохо. Такую крапиночку, будто бы это перепелиные яйца. И кто у нас здесь? О, это же Лунтик! Я родился. Однажды на Луне... Я родился. Я родился! Я родился! И я родился! Посмотрите, какой миленький медвежоночек. Стоило такое яйцо 130 рублей, по-моему. Или 200 рублей. Но в любом случае, что-то дороговато. Получается, здесь единственное вот такое мишка с крыльями. Напоминает, как медведь из страны Оз. Помните, там были обезьяны летучие, только здесь какой-то медведь. Непонятно кто. То есть, у него голова медвежья или барсучья. Вообще, пишите, как можно его назвать. Я бы дал ему имя... Я бы дал ему имя желтоглазый фиолетик. Или желтушный... Короче, не знаю. Пишите ваши... У меня даже фантазии не хватает на него. Как его можно назвать, этого медведя? Крылья у него вообще орлиные. Тело какое-то борсучие. Рот непонятно какой. Но вообще, в любом случае, игрушка прикольная. То есть, типа, а кто это у нас? И никто никогда не догадается, что это внутри. Потому что чудо-юдо рыбакит какой-то. Так. Ну и напоследок я ставил куколол. Без яйца. Еще, кстати, меня смущает то, что в этих куколол всегда есть вот такое, видите, отверстие на ноге. То есть, она, по идее, должна куда-то вставать. Ну, куколол здесь, кстати, прикольные. То есть, они не меняют цвет, они плеваться не умеют. Это просто фигурка. Ну, посмотрите, какая моднявая. Мне она очень нравится, голова. У нее так легко крутится. Типа, эй, диджей! Вью, 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 вью! Эй, диджей, смени пластинку! Йоу, привет! Как дела? Дай пять тысяч! О-хо-хо! Меня зовут Маргарита Степановна, и я работаю диджеем в детском ночном детском саду-клубе. У нее на груди написано Baby01, типа у нее номер 01. Здесь у нее какие-то ножи в карманах. Ну, прикольное, прикольное. О, и тут, смотрите, в комплекте с ней еще шла вот такая переливашка с троллями. Посмотрите, какая красота. И лол, и тролли. Кстати, надо, может быть, найти такие тролли и купить, как вы думаете. Лол сюрприз. О, прикольно. Так, ну что? Как всегда, в правом верхнем углу будет голосование. Вот здесь, в правом верхнем углу. Выбирайте, какая вам понравилась больше всего игрушка. Понравилось-то это яйцо с непонятным чудо-юдо-зверем. Понравилась маленькая кукла Лол или вам понравилась вот такая жучка-козючка. Непонятно. Ну и танец в конце. Это лето. Где ты, Зибарри? Обыскать любовь, в смысле главный самый. Summer, summer. У-е-е. Ставь лайк. Пожалуйста. И это банда танцоров диско. Субтитры сделал DimaTorzok